На звонницу Сыктывкарского Свято-Стефановского собора подняли колокола. Два компана весом 820 и 500 килограмм заняли свое место и теперь будут оглашать своим звоном столицу Республики Коми. После божественной литургии в Свято-Стефановском кафедральном соборе владыка Петерим крапит колокола святой водой. Компаны предстоит установить на электрозвонницу. В будущем система благодаря специальным программам сможет издавать 70 различных мелодий. Наша звонница строится третий год и, надо сказать, все труднее и труднее с каждым днем. Но мы верим, что всемощная сила Божия поможет нам завершить это строительство, потому как в нем не только будут звучать колокола с 70 мотивами, в том числе три только разновидных мотива малинового звона, но и 9 мая в День Победы будет колокольный звон играть эту знаменитую, известную всем песню День Победы. Колокола, да и сама звонница возникли в эпархии благодаря помощи многих людей. Прихожане из священства жертвовали свои средства. В память о родственниках люди вносили различные суммы. Финансовые трудности, конечно, тормозят дело, но работа, тем не менее, не останавливается. В третий год нет покоя лично мне, собирая средства на звонницы. Но и третий год мы радуемся, что в этом здании первого-второго этажа будет располагаться учреждение социального характера, четырехгодичная православная гимназия для малообеспеченных семей. Строительство началось еще в 2016 году. С августа прошлого года начали возводить железобетонные арки, на которых и планировалось установить первые колокола. Высота звонницы, включая крест, составит 31 метр. Епархия нуждается в помощи для завершения стройки православной гимназии на первом и втором этажах звонницы. Оказать содействие в этом благом деле могут все неравнодушные люди.